Доброе утро, девочки мои! Сегодня ещё один день хорошей погоды. Смотрите, какая прелесть! Выглядываю с утра в окно. Сейчас полседьмого, 11 градусов. Днём будет 22, обещали. У нас сидят голуби на проводах. Птички какие-то что-то чирикают. Там над Батайском дымка, а туманчик немножечко, наверное. Ой, свежий воздух! Какая прелесть! Какая благодать! Дун вам видно? Я даже обратила внимание, что я уже вот с такой погодой даже немножечко ожила, когда свежий воздух. Хорошая такая погода, свежо. Самое главное, не жарко. Долгожданная прохлада наконец-то наступила. А то от этой жары, честно говоря, очень сильно все устали. У нас прям очень жаркое лето было совсем. А я сейчас сижу, монтирую видео. Вывняла в окно, а на улице уже рассвело. Проснулась рано. Слышите птичек? Люблю слушать птичек с утра, когда тишина. Машины немножко, конечно, шумят. Но куда от них подеваешься? Никуда. Пошла монтировать дальше. Вышла я, девочки, на улицу. На улице плюс 17 пока что. Я смотрю, кто-то с длинным рукавом, кто-то даже в футболочке. Но я бы не стала в футболочке выходить вообще-то. Тем более, что если ветер холодный подует, прям холодно. Да, где нет, так прохладненько. А я куда иду? Ну, кстати, обратите внимание. Сейчас покажу вам, чтобы вы разглядели нормально. Белый цвет. Нормально. Я к нему как-то быстро так привыкла. В общем, не сильно отличается. Ни критично, ни страшно. Все нормально. Так, а куда же я иду? Куда я собралась? В поликлинику на вторую прививку я иду. В окошко выглядываю, смотрю, погода прямо благодать. Так и хочется прогуляться по такой погоде, когда солнышко светит. Я помню, что зимой очень солнышка не хватало, я за ним скучала. Думаю, ну, надо, 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 как говорится, насладиться. Пока что еще солнце светит, пока что еще есть. Небо ясное, чистое. Ветер слабенький совсем, едва-едва. Мужичок идет, смотрю, в шортах и в футболке. Решила пешочком пройтись. Вот тут солнышко светит. Машина ездит. Все, заворачиваю в тенечек. Я пока по солнышку прошлась. Хочу сказать, на солнышке, вот в кофточке жарковато, а в тени прохладновато. Вот. Ну, ничего. Так что, в принципе, я специально надела кофточку, а не свитер. Поднизу мне футболочка, чтобы я могла кофточку снять, если что. Ну, я снимать не буду, я просто ее сейчас расстегну. И все. Пусть она висит на моих плечиках. Фух. О, цветочки на кустиках, такие красивые. Розочки я вижу. Я, как всегда, кто о чем, а я о цветочках. Да, Лютика. Ой, хорошо. Надо медленно идти. Надо идти наслаждаться прям. Тем, что я иду. В принципе, тут полторы остановки недалеко. Фух. Вообще, я сегодня смонтировала видео, кстати говоря. Оно даже получилось длиннее, чем я хотела. Ну, я обычно так стараюсь до 30 минут. Даже вот, может быть, 10, 15, 20. Там почти на 40 минут получилось. Ну, ничего. Такое. Просили отдыхающие. Отдыхающие. Думала сделать перерывчик, не снимать ничего. Сижу утром, монтирую. Думаю, ну, елки-палки. Так красиво за окном, что надо снять. Ну, еще ж думаю... Ох, аптеку зайти, что ли? А еще ж думаю, выйду на улицу. По улице пройдусь, поснимаю. Сейчас в аптечку зайду. Омепрозол, если там есть, надо взять. Так. Сходила в аптечку. Взяла я омепрозол. По 66 рублей. 30 штук. Очень хорошая цена. Вот. Даже не думала, что в такой аптечке маленькой будет то, что я хочу. Люблю вот эти дворы. Такие вот зеленые. И тихие дворы. С этой стороны как-то потише. Хотя дорога за домом вообще. Здесь вот вышел. Можно посидеть на лавочке там где-нибудь. Подышать воздухом. В общем, классно. Ой, еще на еду наслаждаюсь, девочки. Не знаю, что вам рассказать. Вроде все пока, что вчера сказала. Кушать я сегодня готовить ничего не буду. У меня еще есть борщ. Вот. Я обычно, знаете, так что-нибудь. Основное блюдо, когда приготовлю, то на второй прием пищи я как бы особо сильно не готовлю. Но что-нибудь такое я имею под рукой. Вот типа блинчики с мясом, которые я купила. Вкусненькие. Вот эти вот с пылу, с жару. Вот. Если что, вечером можно их раз в микроволновочке. Разогреть со сметанкой, поесть, вот тебе ужин. Вот такие-то дела. Вот. Здесь вот почище как-то дворик. А здесь повырубали, я смотрю, лишняя растительность. И он выглядит как-то более ухоженным. Ну и понятно, что здесь кто-то, видимо, прибирает, подметает. О, соседка мне звонит. Так. Ну, в общем, соседка звонила. Ну что там, каратюсенько. Не поболтали толком. Ну, я смотрю, здесь детки из школы вышли. Линейка там или что. Ладно, школу пройду. Потом включусь. А я посмотрела, стоит как бы толпа. Это стоят родители. Они встречают как раз первоклассник, выводят сейчас. Вот. Я глянула, но я в толпе свою Наташу не увидела. Наташа сейчас Настю должна забирать. Вот. Либо уже забрала, либо еще только собирается. Хотя, вот что-то рано, вроде, рано, наверное, закончились уникуроки. Или не рано. В общем, не знаю. Ладно, девочки, в принципе, я уже до поликлиники дошла почти. Пойду я сделаю свои дела. Ну, и потом уже попозже вернусь к вам. Еще раз покажу вам. Листья желтые, желтые лежат на земле, на асфальте. Ну, у нас вот такое. Вот видите, смотрите на дереве. Это вот каштан. Такие листья, видите, какие. На земле уже много. Некоторые деревья еще зеленые стоят. Ну, вот такая осень мне нравится. У нас как-то, я даже помню, что у нас вот такая погода, она продлилась чуть ли не до конца октября. Ну, по крайней мере, до середины октября точно было. Вот. Если половина осени будет вот такая вот шикарная, как сейчас, это будет просто очень здорово. чтобы солнышко было, чтобы было тепло еще, чтобы не надо было натягивать на себя кучу одежды и мерзнуть под дождем. Вообще вот это вот такое, знаете, дождь нужен летом, а летом его нету, когда он нужен. А сейчас уже так особо и не надо. Уже не так жарко. В общем, даже и не жарко нормально. Все, пошла. Девочки, я в поликлинике. Короче говоря, прививку-то я сделала в таком. Мне недавно приходилось смс-по из моего медицинского полиса, как он там называется, или не важно, пройдите типа респонсоризацию. Я думаю, узнаю. Пошла, мне говорят, да, давайте. Я говорю, а сейчас что, все проходят? Раньше только те, кто переболел. А говорят, сейчас проходят все, ну, желающие. И, короче говоря, ну, надавала мне направление. И уже половина прошла прям сразу сегодня. Там флорограмма, мамология, кровь, гинеколог. В общем, гинекологу прошла, флорограмму я прошла уже сегодня. Завтра анализ. И послезавтра мамолог. Потому что работаю только по субботам. И все. Потом за результатом я следила. В общем, короче говоря, в прошлый раз я это дело пропустила. Как-то не стала подходить. Ну, что-то запутилась, замоталась. Не прошла. А в этот раз соседке говорю, пойти, не пойти. Она говорит, да иди, конечно, обязательно сдай. Все это. Ну, это бесплатно, в общем, как бы. Ну, вот. Я просто не хотела из-за того, что, думаю, вот эти вот очередя. Не хочется сидеть в очередях. Ну, как-то вот, если с утра пораньше прийти, могут быть очередя. А я сейчас, время уже 12 час, как-то так. И раз-раз людей немного. Я думаю, надо пройти пока. При том, что флорограмму я уже два года, чуть больше двух лет не сдавала. Думаю, надо пройти сейчас, пока погода хорошая. Потому что в поликлинику надо будет, ну, не один раз идти, а еще там завтра, еще послезавтра. А потом еще в понедельник уже за всеми результатами. Так что было бы, конечно, здорово за один раз пройти все. Ну, просто разные врачи по-разному работают. Смотрю, врачей не хватает, все бегают. Потому что мало врачей как-то. Ну, ладно. Ладно, раз уж начала, то пройду. Все равно делать нечего. Пока погода хорошая, надо это дело пройти. Так, я смотрю, кондитерская, золотой колос. Хочу купить что-нибудь себе вкусненького. О, какая красота. Сколько разнообразий. Естественно, больше, чем в пятерочке магните. Там вообще выбора нет. Короче, хочу себе какого-нибудь пироженка. Побаловать себя таким пироженком. Я еще помню, тут пирожки брала, какие-то вкусные, с капустой. В общем, сейчас что-нибудь возьму, себя побаловать. Все, девочки мои хорошие. Взяла я в золотом колосе. Вроде выбор большой. Ты смотришь и не знаешь, чего взять. Короче, взяла я то, что я знаю, что мне нравится. Это тирамису и пирожки с капустой. Запеченные, печенные. Вот, это точно я знаю, что мне нравится. Остальное не встала уже. Не, есть другие вещи, которые много чего перепробовала. Но не факт, что оно мне нравится. В общем, короче говоря, вот так вот. Да что ж мне такое сегодня название, вот это название. Все, иду через дорогу, еду домой. На сегодня я все дела свои поделала. Доброе утро, девочки мои. Ой, сейчас еще утро. Погода опять-таки хорошая. Я сегодня пораньше с утра уже собралась. Иду кровь сдавать, ну, по диспансеризации. 8 часов утра почти сейчас. На улице опять классно. Небо чистое, немножко облачко, но все равно солнышко светит. Плюс 16, я думала, холодрыга. Оделась как вчера. Вчера было прям даже жарко мне в кофточке. И ничего, так скажу вам, нормальненько. Не, не холодно вообще. Тепленько, а так приятно. Вот. Ну, сейчас я много забалтывать вас не буду. Сейчас быстренько рвану туда, мне надо кровь сдать. Потом уже, как говорится, дело сделал, гуляй смело. И потом можно будет спокойно расслабиться и делать свои дела. Никаких дел не планирую. Для меня вот сейчас, если я начала это все обходить, вот, надо закончить. Все, на сегодня мне только анализы сдать, и все. И завтрак мамологу, и все прошла. Вот. Потом еще к врачу в заключении скажет, как у меня там дела, как мои дела, как состояние. И все. Все, мои хорошие, попозже вернусь. Фух, девочки, вышла из поликлиники. Какая-то там такая суета, какой-то тюрьма. Вообще какой-то бардак непонятно. Людей, я так поняла, не хватает. Все бегают, все за турками. Чего не спросишь, никто толком нормально не ответит. Ну, уже сейчас мне ответили все. Вот. А мне вчера еще забыли выписать кардиограмму направления. Вот сегодня выписали, я еще и кардиограмму заодно сдала. Короче, сдала все. Вот только осталось еще завтракать на врачу и все. А потом уже к доктору, который мне все результаты скажет. Но это будет позже, уже не знаю, на следующей неделе или через неделю. Короче. Я думаю, что все нормально у меня должно быть. Хотя, кто не знает. Все, топают домой. Я же сегодня кофе не попила с утра. Какое утро без кофе, я не знаю. Мне сказали, воду можно. Я кипяточек налила себе в чашечку. И попила кипяточек. Ну, вроде как, что-нибудь попить. Уже от привычки. Сейчас пойду кофейка попою дома. И все. Погодка хорошая вообще. Мне нравится то, что ветра нет. Девчата, так классно сейчас. Вообще полный штиль. Солнце светит. И даже в тени прям тепло я расстегнулась. Интересно. Сегодня до 22, так это будет днем. А сейчас тепло. Хотя, вроде бы сейчас, ну, не больше 20 градусов. Вот так. Ну, это потому, что безветренная погода. Ой, как классно. Как здорово. Так, что я сегодня буду делать? Я не знаю. Магазин мне вроде бы не надо. Что-то мне вроде бы ничего не надо. Вот у меня, знаете, когда я утром просыпаюсь, сажусь пить кофе. И вот пока я кофе пью, я потихонечку думаю. У меня потихонечку включается мозг. Я потихонечку сижу и думаю, что мне сегодня надо. Что надо сделать. Куда пойти или не пойти. Что приготовить там. Какие дела. У меня сегодня нарушен этот ритуал. Вы понимаете, какое дело? Может быть, сейчас приду кофе попью. И мозги станут на место. Я сейчас иду, у меня совершенно никаких мыслей в голове нет. Просто у меня была одна мысль. Пойти в поликлинику, сделать то, что на сегодня нужно. Вот это важно. И натощак. Все сделала. Теперь у меня мысль пойти домой попить кофе. Это такое желание. Очень люблю прям кофе с утра. Если я с утра кофе не попила, Ну, это день насмарку, можно сказать. День потерянный. Вычеркнуть из жизни. Вот. И вот тогда, когда я уже кофе попью, посижу спокойненько, мозги станут на место, и тогда, может быть, я смогу что-нибудь порешить, порешить, что мне сегодня делать, что не делать. Вот такие дела. Так что все. Сейчас пока что я иду домой. Наслаждаюсь погодкой. Коптит автобус. Ну, и все. Ладно, девчата. Как только что-нибудь интересное появится, мысль, я вам скажу. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Ой. Не снимаю я вид из окна, потому что я сегодня проспала чуть-чуть. Ну, не проспала, а как бы... Я ночью просыпалась, а потом под утро уснула. А потом, как проснулась с 9 часов, думаю, ё-моё. А там с 9 до 11. Ну, я же скорее быстрее бежать. Ну, что-то тут машин много. Там сейчас я занырну в какой-нибудь дворик. Всё, короче говоря, прошла последнего. Там мамолог у меня был. Прошла, всё. Всё сдала. Осталась потом за результатами. Ну, так-то у кого врачей спрашивают, вроде всё нормально, говорит. Так, а что я хотела сегодня? Думаю, зайду-ка я... Тут у нас рыночек рядышком. И раньше там продавали свежую рыбу. Да что-то рыбки жарили захотелось. Я уже думала, что я хочу. О, в тени прохладненько. А на солнышке тепло. Сегодня погода такая же, как и вчера. В общем, такая же температура. Выходило было 16. И одела то же самое, надела. Я всё бегом-бегом думаю, что показывать себя, когда... Вот. Так что, ну, так, ветерочек вчера не было совсем. Сегодня так слабенький дует. И временами. И всё. Вот и рыночек я вижу уже. Чё-то думаю, что во мне приготовить, что я хочу. Это не хочу, это не хочу. Знаете, как бывает. Думаю, вот бы я бы рыбки жареные поела бы. Свеженько, если есть. Ну, в крайнем случае, если не жареные, то может быть какой-нибудь другой. Хочу приготовить или не приготовить. Или готовую взять, если что. Рыбку да с картошечкой. Чё-то такого хочется. Не знаю, больше я доела. Пока жидкого ничего не хочу. Фух, классная погодка. В общем, всё. Всё опять я сегодня всё сделала. Всё успела. Молодец. Умница. Куча машин ездит. Суббота, утро. Куда они все едут? Так, всё. Пойдём, рыночек отсниму чуть-чуть вам. Всё, приближаюсь к рынку. Временами ветер дует. Я надеюсь, слышно будет. На рынок, на этот я обычно не хожу. Да я вообще как-то, если на рынок, даже редко хожу. Вот. Ну, раз уж я оказалась тут рядышком, то надо посмотреть, что тут есть. Так. Там у нас овощи, фрукты продают. Тут тоже. Я думаю, цены такие же, как, собственно говоря, везде. О, клубника ещё даже есть. Ничего себе. Малина. Благодарить. Так есть. Вот такая прелесть. Какая красота. Может, что-нибудь купить, посмотреть. Ладно, пойду сначала на рыбу гляну. Там ещё фрукты, это такое дело. Ну, там мёд продают. О, и там мёд продают. Есть пластиковые изделия. Мёд мне не нужен. Что-то, и мне кажется, стоит только на рынок зайти. И всё время кажется, что всё нужно. А на самом деле, это не так. О, что-то тут и людей как-то так немало. Рыбой пахнет. Вот рыбный ларюк. Но там дальше, я помню, свежую рыбу продавали. Так, рыба тут, если что, вяленая всякая есть. Сейчас посмотрим. О, там тоже, вижу, рыбка висит. Куриный ларюк. Сладкая ешка. Вот тут у нас рынок здесь. Вот свежая рыба есть. Девочки, оказывается, столько народу. Ну, потому что суббота утром. Я обычно в это время не бываю на рынке. Здесь прямо народу куча. И как-то вот особо сильно снимать не получится. Я сейчас, короче говоря, бочком-бочком. Я уже рынок обошла весь. Ну, вот даже и ни фрукты, и ни овощи мне не нужны. И, тем не менее, рыбу я взяла свеженькую. Мне ее почистили. Там вот я сейчас покажу вам машины. Видимо, машины подъезжают, и там с машин дешевле продают. Там вообще не протолкнешься. Вот, видите, люди там узкий проход очень. Овощи, фрукты вот такой вот набирают. Все, я домой, короче говоря. В общем, что я взяла, кроме рыбы? Увидела щавель. И думаю, ну вот, лето заканчивается. А я зеленый борщ варила еще в начале лета. И, в общем, взяла. Уже к щавелю взяла там еще петрушку, укропчик. Что там, яйца. Немножко мяса. Потому что у меня там мясо кусок есть. Но я взяла чуть-чуть другое. Ну, свининку все равно. Ну, в общем, короче говоря, надо сварить зеленый борщ. Вот такие вот дела, девочки. Не знаю, когда я буду варить его. Рыбу я однозначно хочу сейчас пожарить. Зеленый борщ может быть сегодня. Завтра вряд ли у меня будет на это время и силы. Завтра у меня мероприятие. Какое вы узнаете уже потом. Вот. В общем, короче. Все, я уже в предвкушении вкуснятинок всяких разных. В общем, сейчас иду пешком. Думала, пока буду идти пешком. Поснимаю, поболтаю. Но, честно говоря, сумку там... А что у меня там такое? А, там и рыба, там и мясо. Я, в общем, понятно, еще зашла в магнит рядом, потому что яйца, в общем, молоко, колбаска. Молоко беру свежее, выпила и беру заново. В общем, короче говоря, набрала опять целый пакет. Вот. А в одной руке его нести неудобно. А в другой снимать. Надо перекладывать. А я думала, пойду по вот этой вот олеечке, такой тихой, и поснимаю что-нибудь. Но тут машин немного ездит. Вроде как... Ой, смотрите, уже как пожелтели листики. Ну, тут, правда, их, может быть, еще и не убирали особо с прошлого года. Ну, вот, видите, на деревьях тоже такие пожухли уже. Листья желтые над городом кружатся. Ну, это еще даже не бабье лето вообще. Совсем. Хотя похоже на бабье лето. Ну, кто его знает? У нас даже как-то, я помню, было такое, что в сентябре вот такая погода была. А потом в конце сентября началась хладрыга. И как-то бабье лето какое-то прошло незаметное. Вот. Хотя обычно вот у моей соседки день рождения в начале октября. И всегда вот, когда у нее день рождения, всегда обычно бабье лето. Паутина еще должна полететь, по-моему. Да? Так что вот так вот. Ладно, девчата, пойду уже снимать. Дальше не буду пока. Смотрите, какая красота. А если бы еще машин не было, было бы еще красивше, да? Люблю вот такие дворы зелененькие. Смотрите, много деревьев. Здесь простор и много зелени. Идешь, ну, как бы чуть ли, как бы не по парку. Тут еще машинки туда-сюда. Туда-сюда и шастают машинки. Но идти здесь одно наслаждение, честно говоря. Если бы машинки еще тут не шастали туда-сюда, было бы просто удовольствие. Кстати, по этой аллее я дочку водила в детский сад. Туда-сюда ходили мы пешком. Но это было уже очень-очень давно, когда доча моя была маленькая. И вот мы тут ходили. Так, все, девчата, короче, бегу домой жарить рыбу. Все, девочки, я дома. Жарю уже рыбешку. Вот это у меня карп. Такой он зеркальный. Тут половина. Половина уже на сковороде. В общем, этот карп у меня вытянул по 250 рублей килограмм. Вытянул на 430 рублей. Ну, иногда себя побаловать можно. В общем, короче говоря, жарю, буду наслаждаться жареной рыбешкой. Ну что, девочки мои, поела я рыбку. Рыбка вкусная, вкуснючая. Я вообще люблю такую рыбу. Она у нее такое мясо вкусненькое. Получила удовольствие, класс. Я думаю, что это видео мне пора заканчивать. Я думаю, что я там уже много наснимала, пока ходила вот эти все эти дни, бегала туда-сюда в поликлинику. И не хочу, чтобы оно было длинным. Тем более, завтра у меня будет мероприятие. Завтра у моей сестры день рождения. Вот. Но все увидите в следующем видео. А на этом я с вами прощаюсь. Сегодня готовить уже больше ничего не хочу. Я думаю, что мне этого достаточно. В общем, на ужин я скромненько покушаю и все. Вот. Пишите комментарии, кому видео понравилось. Ставьте лайки. И, в общем, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok